всем доброе утро мы направляемся к 9 арочному мосту здесь есть указатель что здесь самая короткая дорога но она очень жесткая при нас тут уже свалилась одна джиночка вот прям кошмар я со стабилизатором да но у меня здесь и палка в нем так что мне чуть будет удобнее так ну я пошел 9 арочный мост это главная достопримечательность и и можно сказать что именно из-за него мы отправились в это путешествие поездом через половину острова виды фотографии просто завораживали интересно было что за место такое сказочное из центра элы до моста идти приблизительно полчаса пешком во время всего пути нас окружало просто фантастической красоты природы хоть дорога и протоптанная но тут и ветровало много и коровяка а вот и виновница коровяка для того чтобы посмотреть на этот мост туристы съезжаются со всего мира там были итальянцы и немцы и французы и куча азиатов разнообразных то есть очень популярное место с обеих сторон моста висят таблички с расписанием движения поезда чтобы могли приготовиться как-то сделать фото на фоне движущегося поезда и это круто вся железнодорожная инфраструктура была построена в те времена когда шри-ланка была колония великобритании и мосты такой конструкции это почти стандартное явление для всех колоний британской империи но вот именно здесь как-то сошлись звезды и природа это ущелье глубокое я думаю этот мост по праву считается одним из самых красивых арочных мостов в мире еще интересен тот факт что в строительстве моста не использовано железо то есть он полностью построены из камня и цемента нет никаких конструкций которые скрепляли пиво металлические конструкции только железнодорожное полотно вот этот мост он как раз идет к станции дима дара на которой вроде бы в какие-то дни должны ходить паровоз и мы решили отправиться туда пешком именно по этой дороге через этот мост и в об этом будет следующая наша серия запускать квадрокоптер на шри-ланке это незаконно но когда это нас останавливало мы забрались чаще чтобы нас поменьше было видно откуда он взлетел и благополучно поднялись в воздух к нам подошли туристы которые тоже запускали дрон и говорят вы знаете что наш дрон тот что запускали они атаковали осы мы как в смысле осы не я сразу честно говоря даже и не понял о чем они говорят присмотревшись я увидел что вокруг нашего квадрокоптера просто рой рой огромных ос таких принц палец величиной а мне сразу поднялся максимально вверх видно у вас есть какой-то граничный предел куда они могут подняться и таким образом я оторвался потом еще совсем немного полетал потому что реально было стрёмно любой момент могла порос попасть винты и квадрокоптер тел бы вниз элла городок вообще очень небольшой и днем здесь вообще как бы смотреть не нашел но вечно все сверкает горит довольно прикольно атмосферно особенно вот эти вот ресторанчики в три яруса и все с подсветкой так что можно сказать со своим колоритом то еще не видел серию про восхождение на элла рок ссылочка будет вот здесь сверху проходите смотрите там просто фантастика а сейчас самое время поддержать канал лайком жмакнуть подписку и ударить в колокол пока